В эфире новостная программа Арцах. Здравствуйте! С основными новостями дня 24 февраля в студии Ольга Григорян. Сегодня в программе состоялось заседание Постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Республики Арцах. В Национальном собрании Арцаха созвано слушание по законопроекту внесения изменений в закон о языке. Греческие F-16 атаковали турецкое исследовательское судно в Игейском море. Путин подписал закон о временных удостоверениях лиц для лиц без гражданства. Армянский язык отныне будет доступен в сервисе Microsoft Translator. Об этом и о многом другом более подробно. 2 марта Национальное собрание Республики Арцах созовет парламентские слушания по законопроекту внесения изменений и дополнений в закон Республики Арцах о языке. Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии Национального собрания Арцаха по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта. 2 марта в 10.00 Постоянная комиссия Национального собрания по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта в Большом зале заседаний организует парламентские слушания по проекту закона Республики Арцах о внесении изменений и дополнений в закон Республики Арцах о языке. Приглашаем заинтересованные организации, частных лиц и специалистов принять участие в парламентских слушаниях, отмечается в заявлении. Комиссия сообщает, что для получения информации о формате проведения слушаний, об участниках, а также для подачи заявки на выступления необходимо связаться до 28 февраля. 23 февраля Постоянная комиссия Национального собрания по внешним связям созвала заседание, на повестке дня которого был вопрос о проекте текста заявления Национального собрания Арцахской Республики в соответствии с законом о правовом статусе территории Республики Арцах, подконтрольных Азербайджану. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и прессой Национального собрания Республики Арцах. После утверждения повестки дня заседания Постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям, лидер фракции Демократическая партия Арцаха Давид Мелкумян выступил с программной речью, как автор проекта, представившего те заявления. Депутаты предложили внести в текст некоторую поправку, которую автор принял. Комитет единогласно проголосовал за проект заявления. Проект будет обсужден на предстоящем пленарном заседании. На заседании присутствовали председатель Национального собрания, заместитель спикера. Министр обороны Турции Хулуси Акар 23 февраля заявил о том, что греческие истребители атаковали турецкое исследовательское судно в международных водах Гейского моря, добавив, что Анкара отреагировала на провокацию, применив ответные меры. Об этом сообщает интернет-издание МК Турция. Данный инцидент является лишь одним из проявленных частных преследований со стороны наших греческих друзей. Мы применили необходимые ответные меры в соответствии с действующими правилами, цитирует слова министра обороны Юриет. В статье указывается, что четыре греческих истребителя F-16 напали на исследовательское судно, проводившее сейсмические исследования в международных водах Гейского моря. Истребители стреляли ферропатронами всего в двух морских милях от этого судна. Акар не уточнил, как Турция отреагировала на этот шаг. Что мы будем делать, и наша позиция в свете этого преследования определена. Мы в целом видим, что преследование корабля, проводящего технические и научные исследования, несовместимо с добрососедскими отношениями. Мы всегда выступали за международное право и диалог, добавил он. В Арцахе будет проведена масштабная программа оценки потребностей. По инициативе Министерства труда, социальных дел и миграции республики в Арцахе будет реализована широкомасштабная программа с целью оценки социальных, медицинских и образовательных потребностей после войны. Как сообщает Арцах пресс, в рамках программы Министерство определит проблемы и предпринят шаги для их решения. Представители Министерства посетят квартиры и проведут соответствующие расследования. По словам источника, все персональные данные останутся конфиденциальными, а проблемы, которые будут выявлены в результате опроса, помогут в ближайшее время разработать конкретные программы, направленные на решение социальных проблем арцахцев. В Арцахе выявлен один случай заболевания коронавирусом. 23 февраля в Арцахе было проведено 50 тестирований. В результате был выявлен один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха. На данный момент стационарное лечение получают два пациента. За 2021 год в Арцахе было проведено 3032 тестирования, в результате чего у 501 гражданина был выявлен коронавирус. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на 10 лет для лиц безгражданства, находящихся на территории Российской Федерации. Как передает ТАСС, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Ранее в законодательстве не было обозначено удостоверение, которое бы выдавалось лицам безгражданства после установления их личности при отсутствии у них документов, признаваемых в Российской Федерации. Согласно новым поправкам, временное удостоверение лица безгражданства будет выдаваться на 10 лет. Документ будет аннулирован в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, а сам он будет должен покинуть Российскую Федерацию в течение 15 дней. Также временное удостоверение может быть аннулировано или не выдано при установлении факта сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов. В законе также предусмотрена постановка на учет по месту пребывания лиц безгражданства, имеющих временное удостоверение по истечении 7 рабочих дней с даты получения данного документа. В Госдуме Российской Федерации прокомментировали заявление Никола Пашиняна об Искандерах. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы неразорвавшихся ракетах оперативно-тактического комплекса «Искандер» свидетельствует как минимум о его некомпетентности. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин. Таким образом, он прокомментировал слова армянского премьера о том, что при применении Искандера во время осенних боев в Нагорном Карабахе его ракеты не взорвались или взорвались на 10%. Люди, которые лучше разбираются в вопросах войны и мира, знают, что это лучший универсальный оперативно-тактический ракетный комплекс – оружие 21 века. Искандер подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии, сказал Саблин. 29 лет назад между Республикой Армения и Французской Республикой были установлены дипломатические отношения. Об этой памятной дате на своей странице в Фейсбук написал посол Франции и Армении Джонатан Лакот. Это годовщина, которую мы ежегодно вспоминаем благодаря связям, ради которых многие французы работают каждый день. Посол опубликовал ксерокопию протокола об установлении двухсторонних дипломатических отношений и фотографию с флагами Армении и Франции на фоне горы Арарат. 29 лет установления армяно-французских дипломатических отношений ознаменовались большим количеством двусторонних взаимных визитов на высоком уровне. За это время президенты Франции пять раз посещали Армению, пояснил Лакот. Конгрессмен Джеки Спейер призвала администрацию Байдена возобновить деятельность Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта. Конгрессмен США Джеки Спейер обсудила важность возобновления участия администрации Байдена в Минской группе ОБСЕ для обеспечения прочного урегулирования, которое поддержит народ Арцаха в процессе восстановления своих общин, защитит его право на самоопределение и предотвратит насилие в будущем. Это заявление опубликовал Армянский национальный комитет Америки. Я горжусь тем, что присоединяюсь к своим сопредседателям армянской фракции и более чем ста коллегам, которые призывают администрацию Байдена сделать приоритетом экономическую поддержку Армении и освобождение армянских военнопленных. Меня обнадеживают прошлые заявления президента Байдена и госсекретаря Блинкина в поддержку прочного мира в Арцахе. США должны действовать быстро, чтобы возобновить дипломатическое взаимодействие с нашими сопредседателями Минской группы ОБСЕ в целях достижения прочного урегулирования, которое поддержит народ Арцаха в процессе восстановления своих общин, защитит их право на самоопределение и предотвратит насилие в будущем, заявила Джеки Спейер. В связи со 105-летием геноцида армян на холме Цезернакаберт было установлено 105 роялей. По случаю 105-й годовщины геноцида армян фонд «Кольцо века» запустит проект 105 роял, в рамках которого накануне годовщины геноцида планируется установить 105 роялей на горе Цезернакаберт. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян. Рояли будут играть произведения классического искусства. После памятных мероприятий они будут переданы в дар армянским музыкальным школам, в том числе 10 из них в республику Орцах. В 2020 году программа была отложена из-за эпидемии. Сейчас она реализуется и старцует 2 марта на площади Шарля Азнавура. Программа, инициированная благотворительным фондом «Кольцо века», реализуется при участии Министерства образования и науки Республика Армения, Министерства иностранных дел и мэрии Еревана. Армянский язык отныне будет доступен в сервисе Microsoft Translator. По случаю Дня родного языка, который ежегодно проводится 21 февраля, Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры, в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия, сервис Microsoft Translator, осуществляющий перевод текстов, добавил еще 9 языков, в том числе и армянский. Как сообщили в Армельпресс, компания отметила, что во всем мире на армянском языке говорят около 7 миллионов человек. Сервис Microsoft Translator уже доступен на 83 языках. При этом доступны дополнительные диалекты на таких языках, как французский и португальский, китайский и сербский, и несколько систем письма. Эти языки теперь доступны в приложениях Microsoft Translator, Office и Translator for Bing, для перевода текста на любой из 83 языков или с любого из них. Реквием – новая песня Project LA, посвященная героям, погибшим в 44-дневной войне. Проект Project LA, песни которого пишутся на стихи армянских и зарубежных поэтов, свою новую песню посвятил бессмертным героям Арцахской войны. Как сообщили в Армельпресс, клип реквиема уже в сети. Автор слов песни – Овет Барсигян. Музыку написал Ливон Аревшатян. Создателем и автором музыки всех песен проекта является композитор Ливон Аревшатян. Ливон Аревшатян.